Готово, запись пошла. Так, ну что, напишите в чате, кто меня видит, кто слышит. Кто здесь? Жду ваших ответов. Или все остальные собрались записи смотреть. Еще раз, проверка связи. Слышно мне или нет? Дайте мне обратку в чате, пожалуйста. Так, Оля Фуст, вижу, привет. Так, все хорошо, видно и слышно. Так, вижу, один человек есть. Олеся Чистова. Так, привет, слышно, отлично. Привет. Я понимаю, что воскресенье, 12 часов по Москве, все такое. Ладно. Короче, я не буду ждать остальных тогда. И я начну, я буду беспощаден, как обычно, в плане постановки оценок. Я почитал ваш чат еще, разговорчики. Вот. И там такие мысли есть, типа, а почему сравнивают с уровнем мастерским? Потому что от этого зависит, ну, как сказать, от этого понимания зависит ваше стремление. И финальный результат в итоге. От финального результата будет зависеть, какие проекты вы сможете брать и с каким чеком. Вот. Если бы я сравнивал, типа, относительно лично вашего прогресса, вот, это было бы, наверное, не очень правильно. Потому что те люди, которые пришли с нуля и что-то сделали на коленке, там, и так далее, ну, они бы получали бы тогда хорошие оценки. Но это неправильно. Вот. Поэтому я сравниваю с одной большой общей планкой. Эта планка, она выше рынка, выше российского рынка, то есть выше рынка РФСНГ. Вот. Специально я так делаю, чтобы вы прям поняли ваш уровень. Если вы новичок, и если, короче, вы получаете прям оценки, там, типа, четверки или тройки и так далее, это ничего, как бы, по большому счету для вас не должно значить, это для вас означает лишь то, какой у вас текущий уровень. Вот. Поэтому, поэтому принимайте все оценки и всю обратку так, как есть, и думайте, как с этим работать дальше. Вот. Потому что есть люди, у которых охеренный результат показывают в конце курса, даже те, кто с нуля начинал. Вот. Есть люди, у которых прогресс чуть меньше. Вот. Короче, любой результат, это прям результат. То, что у вас хорошо, это, что вы дошли до конца курса. Вот. Ну что, поехали. Так. Татьяна Воронкина. Настя Куликова присоединилась. Привет. Так, смотрим. О, прикольно. Прикольное приложение. Это у нас Android, да? Так, я могу, получается, ткнуть в легенду, выбрать дату. Здесь все сверстано просто шикарно. Температура в течение суток, видимо, может развернуться. Карта осадков. О, прикольно. Так, это в течение суток. Световой день. Офигеть. Так, и дополнительные экранчики. Это если солнечно. Если дождь. И мелкий дождь в течение сегодня. От чего зависит цвет. В смысле, связан он как-то с погодой. Видимо, это не очень связан. Вот. Было бы прикольно связать. То есть, вот этот вот связан. Вот этот нет. Вот этот нет. И вот этот тоже нет. Но в остальном просто офигенно, мне кажется. Это пятерка. Так, сейчас я сразу буду ставить оценки и вот сюда. Пятерка. Огонь, работа. Дальше. Оформить займ. Так, 132, 386 дней. Сумка погашения. Сумка перехода. Срок погашения оформить. Офигенно. Аккуратно. Просто то, что я хочу видеть в лучших работах. Да. Однозначно. История платежей. Супер. Офигенно. Работа 5 с плюсом. Личное начало. Мне нравится. Так. Дальше. С интернет-магазином. Так. Это у нас каталог. Вот. 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 Так. Так, наверное, да, будем смотреть. Да. Вот прям все покеглим. Аккуратненько. Отлично. Фотка. Огонь. Цвет. Супер. Согласовано. С фотографией. Да есть же счастье в этой жизни. Экипировка только через ИПО. Поправь, пожалуйста. Ну, может быть, вам кажется не таким важным отсутствие орфографических ошибок в ваших дизайн-макетах. Но это может быть основополагающим фактором для принятия решения для заказчика. То есть он вроде понимает, что вы круто делаете, но в портфолио, когда он видит ошибки, он понимает, что эти ошибки могут возникнуть в проекте и нужно будет их как-то пруфридить. Вот. Если чел не понимает, что этот процесс пруфрида, да, может быть, вот, тогда он скорее всего не станет работать. Ну, то есть до банального. Вот. Желательно, чтобы в портфеле вообще было все идеально. Блин, как круто сверстно, а вообще офигеть. Товары со скидками. Где товар? Где товар со скидкой? Вот смотри, товары со скидками можно было зафиналить зеленым. Так, как выбрать велосипед? О, самокат, гироскутер, круто. Ты помогаешь выбрать велик, это офигенно. Да, шикарно, шикарно. Так, дальше. Это у нас каталог. Каталог можно развернуть, да, чем-то, наверно, наведением или нажатием. Орфография опять, посмотри. Так, горные, складные. Так, тут только социальный вопрос, да, то есть нужно вот этот отступ меньше, чем вот этот сделать, чтобы вот эту часть сгруппировать лучше. да, офигеть. Так, и это у нас карточка, да, карточка. Вот классное решение вот здесь, вот в этом паттерне, потому что обычно у всех там фон белый, либо еще какой-то около того, да, около серого или бежевого. здесь паттерн, и это уже создает динамику, это прикольно. Да, супер. Ну, вот это, конечно, можно было сделать поинтереснее, да, я про это говорил на предыдущем разборе. Отличная работа. Вот это пятерка. Рад. Вот я очень рад хорошим работам. Я начинаю за лицо просто, я начинаю выносить, когда я вижу какие-нибудь такие не очень работы. Мне хочется сказать, типа, какого черта вы делали два месяца. Вот, но здесь похоже, что Татьяна, Татьяна решила взять по полной программе от этого курса. Это хорошо. Так, проекты домов. Удивидуальные и типовые проекты домов. Вот здесь расческа, нужно переставить словами, 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 словами. Или переписать просто заголовок. Индивидуальные и типовые. Типовые и индивидуальные. Готовые. То есть типовые, это вроде как, знаешь, из Советского Союза. Готовые и индивидуальные проекты домов. Вот это, да, другое дело. Потому что у того и другого есть свои преимущества. Да, шрифт вообще офигенен. Видимо, понравились тебе эти паттерны. Здесь, я не знаю, может быть, как бы... Это, конечно, тоже... Это относится к черчению, да. Вот этот вот штрих. И он здесь уместен. Ну, не знаю, может быть, можно было другую какую-то идею придумать, раз у тебя велики уже с этим паттерном есть. Вот. Но то, что показывает работа, но ты умеешь работать с деталями. Это хорошо. Да, кайфовая работа. Это пятерка. Так, это у нас чего было? Это был курсач. Пять. Пять. Так, наверное, посмотрю. Так. Да. Фото атмосферное. И хорошо обработано. Или хорошо подобрано. Уроки гитары. Ничего лишнего. Уроки гитары. Для детей и взрослых. Всполнять хиты уже через два месяца. Прикольно. Выделила. А, подожди, это что? Это основной план, да? Похоже. Ну, похоже на то. Восемь занять, 36 занятий. Короче, смотри. Вот здесь ты слишком сдвинула относительно левого края, да? И сделала в такой же отступ справа. А здесь у тебя вообще отступ справа получился меньше. Выравнивай вот здесь вот этот контент внутри по левому краю. То есть ближе делай к левому краю. Все, будет у тебя счастье. Да, медиатор обыграл. Это хорошо. Так. Здесь только заголовок должен быть. Ой, как мне не нравится форма гитары как бы в пиктограмме, вот, потому что это такой прям прямоугольник вытянутый, да? И его еще нужно, получается, суметь сбалансировать. Может быть его как-то сделать прям в иконку меньшего размера, вертикально, либо под 45 градусов. Оптимально, наверное, под 45 градусов разворачивать. Грифом можно в левую сторону, чтобы с него начиналось. Так, вот эти вот фотки стилизованные, да, в тему. Так, и тут что-то бабах и какой-то блок выпадающий из цветовой, из общей цветовой схемы. Нету, да? Я бы продолжил общую цветовую схему здесь, доработал бы этот блок. Потом я бы доработал еще вот этот блок. Вот. Короче, ну и пятершная работа, я поставлю за нее пятерку с минусом, там есть определенный момент, который стоит улучшить. Вот, но в целом я прям доволен этими работами. Хорошей работой и оценивать быстро. Спасибо тебе большое за работу и за классный результат. Добро пожаловать в мастер-группу. И в бирже. Ну, я уже еще позднее озвучу итог. Кто попадает, кто не попадает. Точнее, кто куда попадает. Так, Евгений. Так, поехали. Real Weather. Приятный главный экран. Вот здесь только геометрию наведи вот в этом разделителе. И будет кайфово. Видишь, у тебя облачко все из дух окружности состоит. И прямых. Вот. А вот здесь вот не совсем. Да. В целом аккуратно все сделано. Только из... Что мне пытается позвонить. Кто-то... Только. Только. Применить бы какую-нибудь сетовую кодировку. Вот. Чтобы понимать по цвету, например, силу ветра. Или там дождь там и так далее. Но это ладно. Это следующий шаг. Сейчас я смотрю основном на верстку. Вот. Ну и на более-менее на удобство использования. И это, в принципе, это приложение отвечает и тому и другому. Это пятерка. Так. Велики посмотрим. Велострана. Bicycles Components. Велострана. Прикольная шапка и прикольная задумка. Вот. С этой вот простой легкой формой для меню. И которая очень классно рифмуется с иконками внутри. Хотя иконки они чуть-чуть в разном стиле. Где-то тоньше контур, где-то толще. Но это несложно доработать. Вот. Чего было бы прикольно, например. Точнее, что сейчас есть. Это неиспользуемое вот это вот пространство. Голубое, да. Слишком много места занимает. И можно было бы убрать просто его в топку. Да. Вот это вот голубое. А вот велострана уже. Логотип этот сделать синим с градиентом. И меню сделать тоже синим с градиентом. И иконки тоже такие же. Это у нас карточка товара. Сейчас мне надо посмотреть главную. Каталог. И вот это тоже каталог. А где у нас главное? Так, каталог, каталог с баннером. Я что-то пропустил. Карточка товара, каталог, каталог с баннером. А, вот. Главная страница. Ага, вот она. Шикарно. Шикарный главный экран просто. Офигенный. Офигенный главный экран. Потом новая коллекция. Потом байк. Потом шлем, перчатки. Ой, даже лигатуры. Как мне приятно, как мне приятно. Ну, конечно, лигатуры мне не обязательно. Это не значит, что лигатуры нужно пихать в каждый проект. Но просто это прям та степень проработки, когда вы еще уже добрались до деталей. И. И добавили изюминку. Вот это вот прям. Мне нравится. Ой, какой шикарный футер. Ой, спасибо тебе большое за эту работу. Так, давай посмотрим каталог. Горный. Phoenix. Выбираем. Components. Ищем, да? Ага. Зачем тут пол в компонентах указывать? Или есть какие-то девочковые штуковины? Может быть, какие-то есть. Ладно. С баннером. Баннер отлично разбавляет верстку. Прям супер. Вот это не обязательно тут прям на две строчки запихивать. Show more сюда или сюда. И погенацию слева. Все. Да. Я за частоту и аккуратность. Прям круто. Показал testimonials. Characters. Characteristics. Интересно, как бы выглядел. У тебя блок с характеристиками для этой карточки. Тоже стандартно, да? Как у всех или нет? Это пятерка. Работа. Классная. Очень такая, как сказать, противоречивая подача в хорошем смысле слова. Розовый фон и дядька такой бородатый со свитером, с черепом. Но это создает ощущение, что учиться просто. Но, блин, это что, школа для девочек, что ли? Короче, видишь, у меня какие-то такие спутанные ощущения. Короче, вот здесь с отступами. Херня. Ниже надо ставить, иконки надо меньше делать. И, может быть, вот эти вот заголовки нужно просто внизу сделать. И с правильными отступами. Да, офигенно. Офигенная работа. Ой, какое хорошее начало. Пусть и так дальше будет. Пожалуйста, господи, услышь меня, пожалуйста. Пусть так дальше будет. Я хочу наслаждаться. Я хочу наслаждаться, когда делаю итоговый разбор. Пожалуйста. Так. Да, да, да. Это прекрасный. Это прекрасный главный экран. Ой, да, 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 да. Так, а где тут под отпечаток пальца еще сделай, пожалуйста. Даже уже десятый. Open, не лон. Вот, блин, незаметно и неудобно расположена кнопка. Как бы, если ты будешь на Dribble эту работу грузить, никто и не заметит. Если ты будешь отправлять эту работу в качестве портфолио на вакансию какого-нибудь проектировщика, все это заметят. И будет не очень хорошо. Так. Ну, окей. Ну, я, короче, поставлю пятерку с минусом, наверное, за эту работу. Потому что с точки зрения удобства использования, не факт, что это самый удобный вариант. Точнее, факт, что это не особо удобный вариант. More Information и Technical Support в основные кнопки нахера выносить непонятно. Целевое действие – это взять заем и для заказчика, и для пользователя. Ну, короче, визуал классный, а вот UX так себе. В чем вам повезло в том, что у нас курс не по UX. Вот. А больше по визуалу. А визуал – это порядок, композиция, верстка и визуальная коммуникация. Так. Низкокалорийные калорийные изделия в Калининграде. Да. Ну, единственное, что непонятно, как бы умеешь ты решать задачи другой типографикой, да, потому что везде, где я вижу, были геометрические городески, вот, насколько я помню. Это, конечно, такой удачный достаточно вариант, и он может работать, в принципе, в любой более-менее легкой стилистике, как у тебя примерно. Вот. Но вопрос, когда я, как заказчик, смотрю портфолио работ, да, я понимаю, что, ага, этот чувак, например, делает только вот в таком стиле, может быть, не под моей задачей, то есть немного однобоко, да. Есть чуваки, у которых прям чистая, выдержанная стилистика, вот прям один стиль, они долгают, и все, и в этом их крутость. Их выбирают заказчики именно потому, что в их портфолио один-единственный стиль, и им он нужен, и все. Вот, но это, как бы, вопрос к тому, какую статсдегию вы хотите. Ну, что здесь, здесь-то все нормально. Заголовков нет пока. Нет, не очень хорошо, не очень удобно читать, да, то есть иконки, они интерес создают, да, прикольно, внимание привлекают, но смысл непонятен без заголовка, хочется быстрее понять. Вот, окей, это пятерка. Ну, да, действительно, хорошо начали, дальше поедем, посмотрим. Виктория, спасибо вам, кстати, большое за то, что загрузили работы документами. Кто-то пишет кнопки разные, Артем, это в какой работе было? Так, чего здесь? Токио, Джапан. 9 градусов, дождь. Кто так держит зонтик? Ладно, это микро-нюанс, развернуть его можно было. Вот, слабый контраст и тень спорит с цветом. В остальном по композиции прикольно, аккуратненько. Вот, но минус, короче, за вот этот слабый контраст я поставлю с версткой, и все, прикольно. Так. Ой, кому я начал ставить-то? Виктория. Виктория. Так, далее. Так, ну, окей. Шрифты. Вот кто-нибудь, кстати, попробовал бы с другими шрифтами поделать? По-моему, были в прошлый раз работы такие, на вчерашнем разборе. Ну, ладно, допустим. Короче, здесь что мы видим? Здесь мы видим много деталей, здесь мы видим что-то похожее на плитку, и здесь мы видим офигенное, крутой визуал в плане фотографии. Это круто. Так, и здесь мы видим товары. Совершенно все просто и понятно. Без рамок. Верстка, в принципе, интересная. Ну, как бы, это, конечно, не стандартная верстка, но с этим можно разобраться. Да, просто модули пересекаются. Ну, ладно, ничего страшного пока. Ну, да, это отличное. Отличное начало. Категории. О, да, все ровно, круто. Круто. Frame size. Comfortable frame size. А у вас хлеб свежий? Конечно, свежий. Так, ну, ладно. Это я, в принципе, даже готов поставить пятерку с плюсом. Хорошая работа. Так, welcome to control app. Ла, loans control app. Точку, не надо. Receive loans online. With one app. Loans online on your fingertips. Короче, не надо повторяться. Типа, launch control app. Узывал app. Можно, можно вообще проще гораздо написать. Ну, ладно. Cover typography. Ну, как бы, да, спасибо, Кэп. Вот это вот блоки, вот реально, это из серии спасибо, Кэп. Я, как бы, и так вижу, что, короче, здесь такие цвета использованы и такие шлифты. Здесь, еще раз повторяю, что, ну, повторяю со вчерашнего. Лучше объяснять, почему вы используете эти цвета и почему эти шлифты. И здесь цвета отвалились. Ты же могла бы сделать, например, не квадратные, а прямоугольные. И отступы здесь стали бы меньше. Здесь нормальный стал бы отступы побольше. Так. Loans. Прикольная картинка. Тут немного не в общей стилистике. Можно было ее смягчить маленько. Ну, ладно. Это, ну, ничего такого страшного в этом нету. Loan balance. Взять новый loan. Прикольно. Да, и вот она, основная часть. Это круто. Потом потребительский get loan. Круто. Report. Чего на графике показывается. Ну, понятно, что это чисто такая заглушка, что ли. Неадекватный, конечно, график. Дэли. Дэли. Фигку знает. Может, что это, главное, в зависимости от... Ладно. Пусть будет. Thank you. Пулачет. Ну, прикольно. Прикольно. Это пятерка. Можно показывать людям. Virtuos. Уроки игры на гитаре. Гитара. Нате вам гитару. Нате вам видосы. Нате вам дыру. Ну, ладно. Дыра более-менее залаталась. Classes. Короче, вот эта рамка, она... Ну, не особо. Ты ее, потому что с биркой совместила. И получилось так, что вот здесь отступ, типа, внешний должен быть для этого контента. А он нифига не внешний. Ну, в смысле, он нифига неправильно получился. Он меньше получился. И я бы вообще к чертям эту рамку убрал. Нафиг, можно. Вот. Подзаголовки бы лучше покрупнее сделать, потому что они сливаются сейчас с наборным. Ну, чего, прикольно. Красное дерево. Прикольно. Пятерка с минусом поставлю. Нормально так Алексей с вами поработал, я смотрю. Студия рисования виртуальной реальности. О, интересные дела. Завален эллипс туда. Горизонт у него ушел вправо. Программа для творчества. Прикольно. Как это работает? Да, ну, подожди. Я только сейчас допер. Студия рисования виртуальной реальности. Да ладно. Охеренно. Тилт браш, фейсбук, куилл, блокс. Бля. Хочу попробовать. Расческу убери только. Офигенно. Офигенный, мне кажется, тематичный шрифт. Вот это вот. Может, в логотипе он не так круто смотрится, а вот здесь прям на бэкграунде вообще херен. Короче, да, эту работу можно показывать людям. Это пятерка. Это пятерка. Да есть же, да есть же в жизни счастье-то все пятерки. И ура, ура, ура. Как же я рад, как же я рад. Я просто вообще сейчас буду бегать и прыгать. Виктория, спасибо тебе большое за твои прекрасные работы. Так, Анна, наверное, не поняла, как работу прикладывать. Приложила не документами, а картинками. Картинками. Или фотками. Ладно, смотрим фигму. Так, Аня, Аня. Ток меня смущает. Смущает меня одно, что работает. Примерно они в одном стиле сделаны. Вот. Вот это в новом, в каком-то интересном. Вот это, блин, опять эти геометрические гротески. Вот. Это я не по конкретно работам, а не говорю, а в целом по работам. Группа Алексея. Ну ладно, это что, изготовление и установка мебели на заказ от 7 дней. И какой-то экспериментальный образец такой. И какой-то экспериментальный образец такой. Ну ладно, допустим, пусть будет. Что значит плюс? Что-то добавить? Так. Пока то, что я вижу, мне нравится. Соц. Такой вопросов нет. Здесь чуть вылезло. Можно заправить внутрь. Потом. Здесь. Ну, вроде нормально, но контраста не хватает, да? Оранжевый такой, призноватый, да? На таком цвете голубой глины. Не надо рамки. Не надо рамки. Потом. Вот это офигенно. Да, вот это типа тоже круто. Вот это. Ну, не факт, что прям круто. Можно сделать меньшего размера, заказать консультацию. И тогда у тебя будет не такой у вас острых углов, короче, не будет, а будет такая поаккуратная рамочка вокруг. Так, это у нас что? Курсовая. Пятерка. Так, уроки, гитары в Новосибирске. Срифмовала со шрифтом, да? А почему шрифт такой? Как-то с формой гитары, может быть, отчасти, да, рифмуется с этим скругленным углом. Ну, допустим. Короче, черно-белый. Про что, про романтику? Видимо. Ну, окей, ладно, пусть будет стоимость курса. Ну, форма сама вот тут непонятна. Она... Да, она хотя нет. Ну, да, да, непонятна. Она... Как сказать... Беликоватая такая рифма. Ну, ладно. Ладно. Да, классная композиция. Виды-то. Да, в принципе, виды-то неплохо тоже. Вот здесь провалилась немного. Окей. Да, это можно работать показывать. Прикольно, опять с минусом, скажем так. Прома-страница. Дальше. Велики. Ага, она все дальше не живет. Так. Ну, ладно. В общем, гимметрический ртс меня уже подзадолбал. Ну, ладно. Окей. Окей. Да. Тут непонятно, почему это лучший цен. А, вот он. Скидка. Иногда человек не воспринимает просто размер скидки. Да, нужно показывать старую цену и новую цену здесь. И контраст слабый вот здесь на скидках. Окей. Тоже. Где-то я это видел. Но это удобно. Окей. Это пятерка с минусом. Потом. Так. По займам. Займам. Ага. Типа три экрана. А вот они оформлены. Так. Остаток по займам. Слишком далеко эта надпись. Можно ее чуть поближе или ниже даже поставить. Так. Так. Сейчас сумму внести, платеж, туропер. Вот это, наверное, взять займ. Новый, да? Новый займ берем. Контраст хороший. Получить деньги круто. Так. Дальше здесь пополнение баланса. И заняли. Да. Шикарно. Пятерка. Так. Сюда посмотрим. Ну, преза как бы так себе, потому что без баланса композиция. Ну, удачное расположение. Вот, пожалуйста. Таким же можешь пользоваться и нормально. Вот. Крупнее экрана можно сделать. Черт вы на все. Сейчас 15 градусов. Ну, тут я бы добавил эмоций, да, от погоды. Потому что, ну, зашел, ну, да, 15 солнышек. Все нормально, окей. Так. 24 часа прогноз. Да, прикольно. Вы недавно искали. Ну, окей. Да. Это 5 с минусом. Ну, презентацию надо доработать. Вот. В целом показывать можно, но как бы так, со скрипом. 4 с плюсом ставлю. Просто, чтобы была мотивация до работы. В принципе, работа-то хорошая. Так. Так. Это у нас Аня. Аня. Умничка. Офигенный результат по окончании курса. Дальше. Настя Куликова. Спасибо за файлы. Погнали оценивать. А, не дождите. Нет, хочу. Хочу вот так. Так. Короткие видео для веб-сайтов. И видео монтажа. Прикольно. Прикольно. Чувака даже можно и без тени так пихать. Типа на этот паттерн. Да. Блин, круто. Круто. В общем, главный экран огонь. Да. 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 Да, поближе только. Нужно кнопку разместить. О-о-о. Еще одна рифмованная форма с этим. Так. О-о-о. Счастливый. Работа огонь. Пятерка. О-о. 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 Ну. О-о-о. гитарка желтенькая все позитивненько скоро лето весна virtuoso playing in two months is wall guitar wall guitar sign up to my classes comrade i will teach you how to play real guitar так да прикольно курс электрогитары акустическая гитара бас-гитара да понятно чем включается анатолий остапенко about virtuoso подвинуть нужно чувака вот его нужно разместить вот так upcoming events our teachers да шикарно шикарно шикарный то так чё это у нас промо страница пятерка для девочек и розовенький хипстерский велик вот здесь только какая-то борода у нас можно кнопку потолок сюда учить удар стилистика выдержана здесь это хинт нет не хинт кадет хернет называется в общем капшин сделать нужно так дальше 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 прикольно велик этот нафиг он не нужно здесь ну дальше смотрим каталоги каталог нафига вот это игрался лайк ну ладно пусть будет так ладно поехали карточка отступы неодинаковые но они более-менее сгруппированы рекомендованы ну окей так это у нас пять минусов получается показывать можно но есть еще момент который хочется улучшить 5 минусов так далее так тотал оперейтинг заем investment зачем investment так ну ладно добавить новый заем это целевая кнопка она должна будет идти на payment table following history в принципе все логично просто воспринимается кейта пятерка как интересно когда давно забытые long shadow обретают новый смысл в таких иконках может цвета добавить акцента как будто нету на погоде с отступами проблемы но это на на и тени почему-то странные повернула вместе с тенью она что-то не двойная там же не два источника освещения это на четыре с плюсом работы так но в целом результат кайфовый мне нравится настя куликова умничка поздравляю с окончанием курса с хорошим результатом отличным результатом даже так настя богданова поехали смотреть в хорошей работой и позалипать хочется так 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 тоже тут такой давно забытый давно забытая реали реалистичность заиграла новыми красками так лон и маунт 7 days не крупновато ли потому что больше заголовка окей окей это пятерка с минусом отличная работа так богданова насть да насть спасибо пожалуйста точнее так погода sunrise sunset позитивник так окей чего у нас почему так мрачно он горечь потому что аляску а где облачно не облачно а вот а где здесь сейчас то что у нас короче не согласованно то есть такой как будто облачно или туманно а на самом деле ясно так это чё у нас это по дням короче если по дням тогда лучше наверное делать не горизонтальные строки в таблице вертикальные да то есть monday объединяешь ты узда и объединяешь там и так далее вот причем ты же можешь наставить даже место под заголовку заголовка ставишь по центру объединением тебя идут разделители у тебя идут только внутри самого блока после заголовки вся короче пятигорск облдави еще так мрачновато мрачный прогноз погодный окей ну аккуратно с точки зрения исполнения с точки зрения визуала немного попала наверно терка с минусом велики что то тоже куда то болотный цвет потянуло почему нет с композиции рама здесь непонятно чего по пустой кусок лайфстайл почему кислотный 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 ладно можно понять экстремальная резкая тема такая окей choose your bike вот на таком фоне сложно выбрать байк потому что видишь шины сливаются на этом фоне рамы сливаются кое-где я бы наверное переиграл бы цветовую схему я бы оставил наверное этот кислотный нам просто немного на другом фоне либо делал бы жесткие такие перебивки белый и вот такой вот например слот на черный зеленый смысле черный здесь тоже угол не отбалансирован вот изображение это в принципе огонь только здесь выехал у тебя слишком сильно байк прям за рамки не так как типа шлем и заправить может быть его лучше и логичнее так карточку посмотрим вот вот на сером более-менее еще детали можно различить здесь ну окей разбила хотя бы на абзацы все стандартное пока что аксессорист как будто мы сейчас будем листать заголовок да не весь блок это не очень правильно на черном фоне вот прям сложно очень выбрать ну это четверка с плюсом то есть видно что старалась но не туда ушла по части визуала так акустическая гитара почему чуваку обрезала руку прям жестко по плечу непонятно и гитару обрезала тоже это тоже непонятно здесь нужна другая фотография композиция то в принципе прикольно вот и шрифт этот в тему и вот этот вот шрифт в тему потому что он эмоции создает да зачем вот эти вот зачем вот эта сетка тебе нужна да ты же и не пользуешься здесь у тебя отступ отступа нету все нормально здесь у тебя отступ есть надо пользоваться мне кажется сеткой what's included one two three four five с отступом тут немного неправильно да возможно ты сделала по сетке но у тебя разная ширина строк получилось и поэтому вот этот отступ кажется здоровенным вообще как бы по цвету все прикольно по фото стилю тоже все классно да да это ну из-за фотки да это пятерка с минусом так и оу я хочу это сохранить да да крупнейший океанариум в россии с кеглями с кеглями чуть-чуть не 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 чуть-чуть разные кегли вот тут меньше кегли больше кегли надо делать одинаковые вот окей прикольно фото вообще огонь да это буквы на бэке тоже огонь видео да вот эти вот иконки соцсетей да в тему смысле в одном стиле фоторяд вообще огонь нафигачена только вот эта надпись небрежно надо заголовочем делать аккуратненьким наверное где-то вот здесь вот не жирный и не не за главными ну или жирный и не за главными фотосессия короче учитесь сразу убирать пустые заголовки да и можно например здесь сразу ставить фотосессии закажите фотосессию морских глубинах короче дальше и навигация типа еще услуги например назад цены короче это тоже нафиг входной билет экскурсии аудио бит вот но вы научитесь это делать вот это вот этаж отдель не очень прикольно получилось еще есть такое ощущение что где-то перебор наверное вот в футере футере наверное перебор изображение там не надо было делать но в принципе работа достойная ее хочется показывать это пятерка с минусом наверное так ну супер работа и огонь результат хороший рад рад я прям сегодня рад работам так настя васильева не надо да я не знаю что не надо что это не надо я не знаю вы ну ладно видимо уже просто много работы с народ проектирование и дизайн жилых помещений он охот шерист необычный а идея прикольная поселить вязать на шрифт так инди за так ладно допустим портфолио кухни мистем не спальна ванная детская да но отступ отсюда до сюда не очень так кухня гостиная так окей почему тут выбрана гостиной а здесь кухня гостиная спальня ванная детская это так непорядок ой нафиг 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 так здоровенно вот это да типа выбираешь и смотришь преимущество а к чему они привязаны короче здесь надо порядок навести не врубился в этот блок ладно этот блок и простой логатик меньше нужно делать так не там ну это у нас что ну в принципе на 5 с минусом тянет дальше уроки гитар блин вы такие фотки кайфовы подбирайте е-мое такой вообще чувачок отличный черный ноги квеллы юкулеле да да вот спасибо за описание преподаваясь такие угарные чуваки вообще огонь работа огонь да это пять с плюсом поставлю так дальше едем дальше байк фу и не то есть опять черный но здесь контрасты есть нормальный ну блин все таки все таки удачно наверное на светлом фоне делать потому что байки они в целом такие черные хорошие резина черная там и так далее то есть скверстка у меня тут вопросов нет практически за исключением отступов культуги но это не так критично ну вот в карточке еще нормально да потому что есть контраст какой-то бэк есть вот здесь по крайней мере 360 view было бы прикольно если можно было еще увеличить а ну вот детали есть какие-то да круто ну вот в целом нормально эту работу я готов поставить пятерку хорошая работа несмотря на черный в интерфейсе с контрастом удалось справиться потому что все возможно даже черное на черное можно нормально сделать потому что есть оттенки серого так loans my loans что это за хрень 3 займа выплачено оно более-менее понятно а а а ну да прикольно пятерка так осло минус 2 видите даже ветра а тут уже не сбиваясь ну ладно короче да нормально все сверстно прикольно все понятно 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 что перед ты 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 пятерка так что все мне нравится мне нравится эта картина ура настя василия поздравлю тебя с окончанием курса с отличным результатом поехали дальше людмила и не но да а и и а и так скачаем пожалуй что-то с W случилось вроде шрифт не всячная одна буква может запороть синий глубокий где-то глубоко, далеко давно да, пойдет ага, прикольно buy now, watch the trailer в видео трейлер можно заголовок не писать потому что это конечно видео трейлер можно видео трейлер запердохать на главный экран и сэкономить место короче за шрифт вот этот минус W что-то не поздоровилось иконки не туда влезло лучше иконку делать сверху заголовок вот так я бы завтра дальше пошел там же а может как будто сдвинуто вправо так вот там прям так сразу ну чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё поставить ну средний, наверное, четверка с плюсом, пятерка с минусом так так это курсач у нас и это у нас чей? Людмила Полотильна так, курсач чёрк с плюсом пока поставлю смотрю на остальные работы школа гитары гитара только со злобым контрастом непонятно почему и ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук здесь спрятались на колонке лучше их сделать, наверное, здесь вынести за скобки не объединять с изображением потому что они слишком глубоко прячутся и тем более, ну, непонятно их размещение здесь какие есть курсы чё? по центру, не по центру сейчас скачаем так, по центру хорошо так, дальше чёрный, в принципе, да, подобран верно акустическая гитара дальше где их посмотреть а вот здесь, да? окей, не сразу, но понятно преподаватели окей, пойдёт о школе выступления пойдёт абонементы пойдёт блин, школа гитара, что ли, записаться ну, окей, это пятёрка с минусом, да? хорошая работа есть какие-то вопросы с цветом версткой кое-где и композиции кое-где так вот прям незначительно, да? так, поехали дальше смотреть с цветом, с градиентами вопрос вот здесь тоже будут вопросы скорее а нет вроде нормально басикл шоп вот хотелось бы сделать сильнее контраст потому что велик выделяется ну, даже даже нет даже, наверное, велик здесь не очень выделяется и заголовок не очень выделяется ну, да ладно а вот это вот сделано прям прикольно аккуратно да да подписка шикарная да 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 хорошо так, ну, здесь типа, всё понятно вот окей понятно да элипс 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 в принципе а ну, хотя ну ладно, нормально чуть-чуть повыше нужно байк только как будто он не по центру элипса ну, ладно ээээээ да, это пятерка фасно, работа эээм эээээ... ээээ... эээээээ... ээээээээ... статистика типа history так скажем да да это прикольно это пятерка так и погода сверсткает проблемы два столбца развалилась эти тоже под развалились это отлетело наверх здесь тоже под развалилась все вот нет это четыре с плюсом тем не менее результат отличный круто спасибо большое что вы меня радуете сегодня так гифки еще анимах анимахи да есть ну как бы ладно экстра mail уже хорошо так ладно насти ванова где а вот хоть поехали оценивать раз два три 4 5 6 7 герик нахрена здорово разрядка так вот велик так здесь x-lite ladies hybrid bike да где он тут hybrid где у него батарея где в раме что ли так окей ну более-менее в принципе с такой разрядкой тоже окей ок слишком взявы разрядка здесь здесь да нормально в в принципе дискаунт только потерялся здесь нужно на него внимание привлекать больше его цветом нужно выделить немножко порушилась верстка этого блока вот это хороший блок это в принципе тоже неплохой блок только контраста не хватает но это пять с минусом главная работа главной странице здесь тень грязноватая разрядка большая сейчас поставлю вообще четыре с плюсом там как бы мелкие 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 косяки они набираются и что потом не хочется показывать это в основном сообществе вот дотянуть эту работу совершенно несложно на и пятерку так 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 get money окей отступ маленький ведь это больше 5 с минусом непонятно размещение здесь вправо здесь вверх сдвинулась ну короче это не аккуратно здесь ну не так критично конечно развалилась на две части на два столбца есть очень понятно чё к чему привязан ну это четыре с плюсом так дальше плохо обтравлена фотка вообще плохо вот это нормально хайлайт нормальный окей здесь внутри нормально мы с отступами проблемы здесь дыра здесь нормально здесь дыры здесь более-менее нет четыре с плюсом сочные крафтовые маффинчики иерархия должна быть с отступами тоже косяки с балансом композиции косяки здесь ну типа более-менее то есть но все равно да вот эти отступы они слишком здоровы вот это вообще шикарный блок это классный блок это тоже неплохой блок это можно короче шире сделать формулы либо изображение чуть побольше сделать или развернуть его будет круто we are on instagram а где instagram как перекису хотя бы дать и там всякие насколько популярны там вот этот шикарный блок в общем это пять с минусом работа ну так и неплохой результат в принципе поздравляю с окончанием курса очень здорово что вы дошли до конца с таким результатом хорошим результатом так дальше Александра Лугова так наверное фильмы буду смотреть потому что здесь не файлы ура я нашел до конца второй страницы ну ладно еще пока не нашел сейчас разберу мне надо дойти до туалета видимо так курсовая курсовая первая так дайте мне увидеть так визит свитерланд старт джорни свитерланд где красный где красный это же свитерланд чуть-чуть почему-то сам эу ты чего не прогрузилась что ли тут потихоньку прогружается ладно ладно это съехала кажись социал шер ну ладно пойдет да отвалилась друг от друга далеко расческа у нас нужна шава ларс шойс ну пять с минусом хорошая работа только с цветом поработать еще сверстки немножко есть костички так это у нас кто-кто кто-кто-кто кто-кто кто-кто так саша что это у нас было курсач опять с минусом гитар скул так вот так кнопка что-то непонятно она к чему привязана вроде тут правые выровнены здесь как-то вот короче вот это вот можно чуть-чуть только упорядочить а в остальном все норм грифы за пароли на композицию нужно разворачивать под 45 градусов гитарки а тут вообще маленький отступ съехала вправо большие слишком отступы между у еще и не одинаковые алексей сидоров ну да так ладно не видно ни хрена внутри контраст обратный короче короче ты вроде как бы даешь на это больше внимания на адресе контакты email и так далее но при этом ну за счет размера но при этом прячешь да типа на бэк за счет более слабого контраста чем белый почему так где футер вообще футер куда заделся ну ну 4 с плюсом наверное фотки то отличные все остальное надо подтягивать так композицию нужно подтягивать цельность композиции верстку подтягивать так здесь ну это прям как-то сложно воспринимать здесь нету основного потому что нету цифровых контрастов здесь ну типа уже лучше но все равно это четверка это четверка так тогда лучше гораздо да сот ступень надо что-то решить да много-много тут непонятное пространство короче ну да тут надо вирстать аккуратно 4 с плюсом тоже хотя по визуалу уже гораздо лучше да да так и что у нас с интернетом мы видим find your bike видишь у тебя шпок и отвалилось потому что здесь больше здесь меньше bike классный в смысле классный заголовка нету ценник обвалился заголовок маленький заголовок в другом стиле ну короче нужно с типографикой тут поработать так отступ маленький короче и сверстка тут надо поработать это 4 с плюсом ну как бы такой такой похоже немного результат чем у остальных но зато это прям относительно начало курса охеренно мне кажется крутой результат потому что ну работа такие уже на стабильные качества выходят нужно только еще чуть-чуть по композиции верстки осознать больше и у тебя получатся классные работы так сейчас мне нужно откланяться на 2 минуты запись выключать не буду что вот такой так 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 вот и Продолжение следует... 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 Ну, в смысле, я смотрю на то, как эта штука прилипла к десятке. Немного, наверное, туда. Так, ну прикольно вообще, 5 с минусом. Так, ну что, неплохой результат, хороший результат. Так, Дарья, поздравляю тебя с окончанием курса. Спасибо тебе за приятную работу. Это так, в целом, что можно еще улучшить. Так, я лезь от 6-го. Так, может, фильм мне, наверное, удобнее открыть всю историю. Кассия Климпель Эстер Ханзикер. Интеграция человека в природные процессы с помощью цифровых технологий. Новый взгляд на привычные объекты. Такая, как сказать-то, господи, вылетел из главы слова, ладно, подь. Да, вот в стилистике все подобрано. Камерная такая какая-то тема. Типа, а-ля выставки, современное искусство. Там какой-то новый, нестандартный взгляд. И тут можно чудить еще немножко, короче, в этом. И вот эти вот произведители, ну, даже хера знает, что это такое. Это подходит. Вот. Потом можно даже разрушить нафер тут вот эти линии. Вот, да, кстати, взять, например, хернуть. Так вот. Отрезать часть линий, сместить их чуть наверх. Так вот, как носить на друга, сдвинуть. И здесь что-нибудь тоже будет, и вообще будет огонь. Или вообще как-то, я не знаю, с перспективы это все завернуть. То есть радио, ну, как-то радиально сделать. Перспективу изменить, да, то есть взять вот это вот, все выделить, потом вытянуть сюда вот этот край, так что получится. Вот эти вот расстояния вертитальной шире больше чуть, вот эти, больше чуть, чем вот эти. Вот, и тогда будет прямо вообще огня. Огня. И тогда была бы пятерка с плюсом. Пока что это пятерка просто. Вот. Да, пятерка. Попробуем. Кто-то ползает, анонимус тут. Да, у тебя прям такой свой стиль. Я смотрю, ты не боишься экспериментировать. Это прикольненько. Прикольненько. У нас так Аня у Филатова начинала. Так, гитара. Это у нас гриф, в смысле струны и, как это называется, дубло там гитаря. Я просто не в тени. Хе-хе-хе-хе. Акустическое отверстие. Так. Блин, ну, конечно, хотелось бы с типографикой здесь, с кеглями поработать. Потому что, ну, не все, короче, жестик. Ну, нужно как-то и упорядочить, типа. Потому что, знаешь, очень тонкая грань между, как бы, осознанной дичью, короче, и работой новичка. Вот. Здесь ближе к работе новичка. Поэтому можно легко промахнуться. Фотки-то, конечно, круто подобраны. Но, но, это на четверку работа. На четверку с плюсом, наверное, поставлю работу. Вот. Потому что нужно все конкретно упорядочивать здесь. Если ты пошла и идешь какие-то нестандартные темы, это не значит, что можно прям болт класть на всякие правила композиции и верст. Ну, вот. Так, что это? Что это? Четыре с плюсом промо-страницы. Так, ладно, дальше смотрим эксперименты. Cycling. Enjoy your cycling experience. Так, окей. Пусть будут байки. Такие. Ну, это то, что будет явно привлекать, потому что это нестандартно, не то, что в основном можно увидеть на главном экране. Типу, обычно пихают байк какой-нибудь или чувака, довольного, который херачит на этом байке. Вот. А тут... Cycling experience. Если тут было бы еще про какой-нибудь new cycling experience, вот тогда было бы вообще в тем. Так, бестселлеры, да, окей. Вот здесь верстка, да, она тут подчинена определенным правилам. Несмотря на то, что, типа, модули там пересекаться могут... А, или вот это 0,1, да? Ага, окей. Бестселлеры. Окей. Это у нас 0,2. Потом это у нас 0,3. Короче, ладно, пусть это даже будет висеть тут. Хер на него. E-bikes, mountain bikes. Да, тут, короче, понятно, навигация. Only for today's special offer. Окей. Да. Ну, короче, это прикольный эксперимент. Мне ему прям нравится. Да. Road bikes, знаете вам, road. New. New. Да. И вот, да, да. Когда можно разными способами длянести одно и то же, прям тоже ништяк. Так. Ну, здесь кто-то положил болт на верстку вот в этом блоке. Ай-яй-яй, нельзя так делать. А кто это здесь нормально смотрится? В таком диком размере. Потому что все понятно, в принципе. Ну, за этот эксперимент я бы хотел поставить пятерку. Я снимаю баллы за ВК, это дичь. Вот. Поэтому это, наверное, будет пятерка с минусом. Пятерка с минусом. Слишком агрессивная подача, короче, для такой темы. Нет. Понимаешь, ты везде применим вот этот вот брутализм. Не везде. Точно, короче, не в микрозаймах. Потому что, знаешь, тут прям очень агрессивная, жесткая тема. Точно будет влиять на снижение конверсии. Вот. Понимаешь, что ты хочешь экспериментировать, надо думать о пользователе еще. Это нет, это на четверку. На четверку я забабахаю. Вот, ладно, четверку с плюсом. Вот здесь можно экспериментировать. Потому что дохера всяких приложений погоды, хочется что-то новое. И еще есть определенная аудитория, у которой есть, наверное, своя стилистик. У всех дневных приложений, которые нравятся. Потому что это то же самое, примерно, как и в стиле одежды. Выбирать. Вот. То есть, например, если бы ты сделала приложение там какое-нибудь в черно-розовом, тогда, ну, стопудово, ты бы нашла отклик в аудитории Эмма. Для этого. Для мобильных приложений. Вот. Но нужно быть прям аккуратным тоже здесь с цветом. Потому что здесь маленько агрессивно получается. Хер, класть на контраст я бы тоже не советовал. Потому что Лондон, ИК здесь это не особо важная информация. А важнее градусов. То есть, если ты тут иерархию в плане восприятия сделаешь, и сделаешь все в порядке, чтобы было с отступами и выравниванием, и, блин, с стилистикой иконок, что за облако нахер? С разной толщиной линий. Вот. Здесь тоже такая же хрень. Тогда будет ништяк. Пока что это, ну, хороший эксперимент на этапе зачатка. Нужно доводить до ума этот 4 с плюсом. Ну, ладно, но тем не менее, как бы, я поддерживаю твое стремление к экспериментам, только надо делать это более осознанно. Очень круто то, что ты забиваешь на данные рамки, потому что ты снимаешь с себя ограничения, начинаешь мыслить нестандартно и более открыто, только нужно делать это более осознанно. Осознанно это значит применение к той аудитории, для которой ты делаешь. Потому что им может как очень зайти, может как очень не зайти. Так. Ну, прикольно. Так, поехали дальше. Валентина. Надо, наверное, к следующему потоку пересмотреть свои критерии, да, и когда нету какой-либо работы, не принимать решения по добавлению в мастер-группу или в биржу. Ну, ладно, я вообще начал это делать. Архитектурный клинкер. Так, сейчас. Можно было сделать две строчки, нафига в три вот так вот вывешивать. И у меня поразвалилась маленько. Традиционный. Long. Прям. Такой брутал кирпич. Выберите слой клинкер. Так. Классное-классное изображение. Ну, типа вот 3D-фа почти. Так. Да. Ну, спорно, конечно, по поводу отступов. Здесь тоже, по поводу выравнивания, тоже есть спорный момент. Там какая-то композиция, наверное, начинает разваливаться. Вот. Ну, а так в целом работу можно показывать на 4 с плюсом. На 5 с минусом будет работа. Кто это у нас? Кто? Валентина. Куксач. Хочешь играть как профи? Вот так. Да. Хочу. Школа виртуазной гитары. Тут только, ну, достаточно все структурировано. Не знаю, может быть, можно здесь структуру порушить, добавить больше драйва. Вот. И вот. Чтобы рифмовалось вот с этим мужиком. Но с другой стороны, вот эта структурированность, это пошаговое, простое обучение. Ну, кое-где тут есть вопросы с выравниванием, как обычно, с отступами. Здесь тоже отступы. Здесь, блин, не понятно, как только тут расположено. Вот. Здесь. Здесь дыры. Здесь тоже прилипло. То есть, вот такие микро-микро моменты, их набирается куча, да. И получается, смотришь на работу и понимаешь, что человек не умеет, не достаточно хорошо умеет с композицией, версткой работать. Поставлю пять с минусом за эту работу, поеду дальше смотреть. С контрастом проблемы. Вот это, получается, часть элемента навигации, а вот это не часть элемента навигации. И как бы, либо вот это воспринимается нефункционально, либо вот это функционально. Это неправильно. Велик вообще очень такое базовое изображение. Дешманский велик. Не тени грязные. Контраст слабый. Ну нет. 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 Не доделано. Это четверка. Чего там дальше? Оформить займ. Я такой. Ну, в принципе, вас дотянулся. Дотянулся. Срок. Выбрал. Инфу получил. Оформить. Шаги. Вот этот блок норм. Вот этот. Непонятно, что такое. Так, это 4 с плюсом у нас. О, компас. Направление ветра. Идея огонь. Идея огонь. Контраста добавьте, пожалуйста, в цвет своего приложения, потому что вот этот вот грязный голубой, ближе к серому, прям не очень хорошо подходит. Надо насыщенности добавить, тени нахер убрать, либо сделать их прям еле-еле заметно, такие чуть-чуть заметно, чтобы было прям аккуратно. То, что вот здесь вот, как сверстное, это хорошо. Иконки в одном стиле, это прекрасно. Вот это хорошо. Текущее место. Избранное. Окей, здесь можно как раз добавить. Вот кнопка, у тебя раджио есть как акцентный, ты можешь его использовать здесь грязновато. Короче, за идею 5. За работу в целом 4 с плюсом. Визуал на подтяге. Так, чё, всё? Оценили? Ну, как бы, да, хороший результат. Поздравляю с окончанием интенсиво. Не зря вы рвали свою попку. Так. Так, Александра Глушенко, поехали разбирать. Так, BX3. Гитар. Ландинг. Так. Аппликейшн сначала посмотрим. Так, заходим. Что это? Текущий заём. 520 выплачено. Осталось 252 дня. Заплатить или продлить? История платежей. Кэш-аут. Бэнк-карт. Смотри, в истории непонятно, короче, где плюс, а где минус. Так, потом статистика. Вот вы, когда плавные графики делаете, вы смотрите на экстремумы. Короче, потому что экстремумы, они же должны быть привязаны к вот сетке, верно? Вот и привязываете к сетке. Ладно. В остальном поизуалу вроде нормальным. Репеймент, дитейлс. Репеймент. Что такое репеймент? Мне непонятно. Так, current status. Тинь, тинь, тинь. Окей. Так, это значит взять. Как? Payout. Payout, да? Это значит займы, да? Вот здесь тебе или кэш-аут, или payout. Он тебе должен быть с минусом, верно? Так. Прум-пу-пу-пу-пу. Ну, в целом удобно. Прикольно. Так, ну, это опять с минусом работа. Так, кто-кто-кто? Глушенко Александра. Вааа. Иллюстрации создают прям атмосферу. И вообще огонь. Знаешь, наверное, что? Вот это вот можно сделать аккуратнее. Чуть-чуть поменьше кеглем. И я бы это делал. Кегль одинаковый вот вместе с этими бирками. 15. Today is rainy. 51. Today is sunny. Today is можно убрать. Rain. Sunny. Вот здесь, в принципе, все аккуратно. Можно цветовое кодирование внедрить просто через какой-нибудь там кружок. Видишь, у тебя форма круга используется. Вот и используй дальше форму круга. Так. Ну, что, прикольно. Прикольно. Опять с минусом. Ну, вот за это в основном. Так. Like. Саша сама иллюстрация рисует. О-о-о. Круто. Респект вообще. Сейчас это скачаем. Винтэйдж байкс. Деревянненький. Да ладно, деревянненький. Так. Круто. С цветом. Прям шикарно все. Да. Да. Ну, единственное, что тут типа нью повисло. Да, был. Видишь, вот здесь вот. Это не так критично, но старайся следить за этими моментами. Ой, какой контраст приятный. Размеров. Цветовая схема вся сбалансирована. Хорошо. Фейт эстрайт. Да. Да. Кайф. Кайф. И это, похоже, тоже будет кайфовенько. Кайфовенько. Ой, да. Спасибо тебе за нестандартный фильтр, который сверху. Сейчас в основном сбоку делают. Вот. Здесь, мне кажется, так даже понятнее и удобнее. 0, минус 20, минус 10. Аккуратнее, короче говоря, со шрифтами смотрите, потому что процент вот здесь вот, да, к нему, его нету тупо в жирном начертании, который ты используешь, да, и на этом можно прям воткнуться, да, вот здесь тоже. Вот. И получается, что как будто ты не умеешь использовать шрифт, да, вот, короче, вот, разбирайся с этим. Так можно попадать на всяких знаках, типа плюс, минус, там какой-нибудь доллар, там персан, там и так далее. Вот. Ладно. Остальное смотрим. Вот эта вот фотка, вставка, прям шикарно. Я бы ее вставил, знаешь, наверное, вот сюда бы, да, начиная сразу с первого блока. Ой, какой блок хороший. Ой, как хорошо. Да, спасибо тебе большое за эту работу. Так, и карточка. Вылазить немного за границей. Я бы, наверное, дал здесь прямоугольниками вот так, вот, по полной ширине. О, да. О, да. И так классно. Масочку сделала, да, это что? О, да. О, да, вот, да, 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 да. Вот это то, что я хотел в плане видео увидеть. Еее. Хочется опять с плюсом поставить. Там кое-какие есть, конечно, не дочеты. Да и ладно, они не критичные. Я поставлю пять с плюсом, ахерена, работа. Так. Дальше. Ну что, и эту тоже иллюстрацию сама создавала. Да, это я хочу отдельно сохранить. Как это хорошо, как это прекрасно. Как это прекрасно. Это просто огничает. Просто охеренно работает. По крайней мере, главный экран. Просто иллюстрация в одном стиле, как ты работаешь с цветом, это просто шикарно. 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 Из композиции. Ну просто вообще офигенно. Да, и шрифты подобрены. Ну, да. Да, 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 да. Вот так вот можно гитарку располагать, чтобы она была сбалансирована прям с этим. С общим форматом. И тут как раз у нас якорь появляется вот этот вот. Блин, круто. Охерена. Да. Ну вот это, конечно, банальщина, да. Можно было как-то этот блок сделать, используя более нестандартные формы, да, не круги, потому что, ну, вот это прям баянский такой метод. Вот. Это в целом, да. Окей. Это. Ну. Короче, тебе нужно форму обыграть, да. Вот эту вот форму по-другому немного сделать. И вот эти вот формы сделать. Таран-таран-таран. Там были решения под медиатор сделать. Вот. Либо можешь как-то нестандартную форму, в принципе, взять какую-то приближенную кругу, округлую такую, да, но не круг. И тогда будет тоже интересно, мягко. Короче, вот здесь в чем проблема, да, это вот эта вот форма, которая режется форматом. Не очень это хорошо. Здесь лучше вот этот вот убрать нахер, короче, вот этот прямоугольник, сделать тоже такую нестандартную форму, здесь дать воздуха и будет огонь. Ого-го-го, да. Да. Короче, охеренно работает. Иллюстрации просто шикардос. Несмотря на то, что здесь есть вот эта вот банальщина. Короче, ты вот, давай ты вот это вот уложишь, и это будет просто мега шикарная работа. Я ее ставлю опять с плюсом, вообще просто. Спасибо тебе за эту шикарную работу. Так, что у нас? Промо-страница. Сейчас я тоже буду радоваться, похоже. Винтаж подача. Розовенький, роза, коллаж. Отлично, отличное сочетание. Вот эта деталь прям шикарно, шикарно. Ой, да, супер. Ну да, в целом, только нужно как-то балансировать вот этот вот заголовок, потому что здесь дыры такие. Идея, огонь. Да. Empty nesters. Да, слушай, вообще офигенно. Мне кажется, и английский у тебя офигенный. Ты прям используешь такие обороты классные. Тебе на топтелл, мне кажется. Прям вообще прямая дорога. Да, херена работа. Спасибо тебе, спасибо тебе большое за то, что ты классно поработал на нашем курсе. Я рад, я так рад, я так рад, я так рад этим работам. Спасибо. Сейчас заплачу. Ладно. Офигенно. Блин, офигенно. Я вообще под впечатлением. Так. Ну что, дальше поехали. Ирина. Ирина. И тынякова. Да, правильно я надеюсь. Камиле произнес. Так, платежный брокер. Здесь нужно понимать, какие элементы и зачем использовать. Например, вот этот элемент, наверное, не сильно нужен, потому что он отвлекает внимание от логотипа. Логотип более важная деталь, чем вот этот нефункциональный элемент. Фотку надо более качественную подобрать, потому что у нас сейчас не очень качественная. Это клипарт сразу, знаешь, такой минус всему портфолио, потому что это работа с клипартом. И бывает иногда, знаешь, делаешь, типа, выкладываешь 10 работ в портфолио, да, а две у тебя с каким-то клипартом, вот. Или с какими-то чистыми цветами, такие, знаешь, детская такая подача. Вот. И всё, это сразу ложка, дёг, несмотря на то, что у тебя все 8 работ охеренные. Проповедник. Комменты. Ладно. Тоже. Лепартушка. Смотрите, чуваки, какой график. Вот, пожалуйста, недвижимость 2019. Ну ладно. Так. Так. Короче, вот то, что ты здесь используешь реальные фотки, да, это круто. Здесь горизонт завален, нужно у тебя поработать. Вот это тоже реальный фото, классно. Вот это тоже более-менее реальная фотка, но у них херово задизайненные брошюры. Вот это клипарт нахер его заменить. Вот это тоже заменить. Вот это, ну, может быть, и с нашими чуваками. Ну, нормальная фотка, просто нужно в качестве хорошем её сделать. Вот, с кеглями тут вопросы есть, вопросы с использованием вот этих чистых цветов есть. На красный вот этот вот, на фоне синего, жёсткий такой контраст. Вот. За клипарт только это 4. Так, 4. Исправить вообще совершенно несложно. Так, промо, страница гитары. Каталог. Карточка. iOS, Android. Уроги гитары. Формы интересные в плане эксперимента. Даже, может быть, и в тему, да, согласована с кеглями. Вопросы, да, тут один кегль, здесь второй кегль. Вот, чувак плохо обтравлен, тени нету. Здесь дыра. Здесь маленькие отступы. Здесь здоровый отступ, больше, да, неправильный. Здесь слабый контраст. Здесь слишком большая дыра. Неправильные отступы, больше, меньше. Здесь этот блок вроде нормальный. Видео можно сделать побольше. Преподаватель такой же, точно такой же блок нужно. Можно сделать другой по композиции. Здесь, чуваки, плохо обтравлен, тени нету. Вот. Ну, как-то так. Так, и тут получается у нас на четверочку тоже работа. Горные велосипеды. Большой интерлинияж. Здесь неправильно с отступами в этой группе. Вот. Изображение отражено зеркально, да? Нельзя так делать. Окей. Желтый и черный. Классный контраст. Паттерн ВЗ, непонятно зачем. Серый и желтый тоже прикольный контраст. Здесь башка обрезана у парня, это не очень хорошо. Здесь тоже руки и попа. Вот. Вот это нормально, правильно обрезанная фотка. Дальше. Дыра. Скучно. Ну, это ладно, у всех так скучно. Практически. Ну, окей. Ну, это, наверное, на четверку тоже. То есть, есть прям такие жестко дегтярные косяки. Типа, отразили фотку. Вот эта фраза развернулась зеркально. Теперь читать можно справа налево. Так. Сейчас увеличим. Погода. Если этот ап будет все время одного цвета, это, конечно, будет задолбовать. То, что внутри него, в принципе, никакого криминала особо и нет. Сверстно нормально. Вот. Хотелось бы больше, чем два экрана, и посмотреть, может, цветовая кодировочка какая-нибудь есть. Это пятерка с минусом. Иди сюда. Так. Так. Сиреневенькая доступна. Общая задолженность зеленой. Вам одобрена сумма. Короче, спасибо за легенду вот эту. Только цвета нужно в тему применить, потому что красный – это внимание, у тебя общая задолженность, да? Так, должен быть красный, точно. Дальше. Доступно для снятия. Это точно зеленый, а одобрено – это то, что можно взять, можно вот этим, да, цветом. Вот. Вот здесь тоже у тебя, соответственно, другая кодировка начинается. Внесение оплаты. В смысле, та же самая продолжается, с которой я и говорил. Внесение оплаты у тебя зеленый, снятие наличных, ты сделала красным. Это правильно. Вот. С точки зрения верстки все ништяк. Вот здесь только нужно сделать правый край, согласовать, левый край и правый край согласовать. Вот это прикольная верстка, вот здесь внутри маленьких блоков. Посмотри, может быть, не надо делать такой, какой кегель, плюс у тебя здесь новый кегель. Короче, это пять с минусом. Поработай над моими комментариями. Хороший результат. В принципе, но вот эти работы прям жестко запороли все. Я не могу добавить тебе здесь мастер-группу, пока что, пока ты не подтянешь вот эти работы. Так. Дальше. Комменты. О, Саша. Спасибо за разбор, за советы. И так рада, что понравилось. То уже самой глаз совсем замылился. Отличная работа. Так, ладно. Поехали дальше. Наталья Ковылина. Все, все, все. Все, все. Что это вылезло? Зло. С цветом непонятно, да? То есть, нужно как-то... Ну, это соседние цвета под стволом круга. Нужно как-то отделять, короче, наверное, можно оппозитно использовать. Можно, например, желтый, там, фиолетовый, там, использовать. Вот. Тем более, ты тут начала использовать зеленый и красный. И можно сюда их ввести. Ну, вот. Кое-какие проблемы есть с отступами. Ну, чего, 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 чего. Четыре с плюсом, да? За верстку. В основном. Верстка, цвет отступа. Четыре плюс. Дальше. Ну, это такая, знаешь, прототипная история. Пока визуал весь слабый, верстка слабая, типографика тоже есть, косяки. Выравнивание. Отступ. Стиль. Потом. Чего. Здесь более-менее нормально. Здесь нормальный. Стандартный. Так, типа, тени грязные. Тоже четверка с плюс. Ну, или даже четверка. Так, потом. Ретро велосипеды. О, прикольная рама. Кто-нибудь идет такой? Эм. Насколько обоснован выбор именно такого шрифта? Непонятно. Может быть, еще можно было покопаться здесь с такой слишком очень странный контраст ширины. Странная. Это D. Вот. Почему, например, L такая, D такая? Ну, нет, это не особо профессиональный шрифт. А вот это вот, короче, вот это вот, типа, а-ля Советский Союз. Да? там всякие разные гротески есть прикольные, которые можно подбирать. А вот это революция. Вот. Это винтаж. Короче, ты совмещаешь две таких темы, которые очень разные на самом деле. Нельзя так. Зачем здесь слайдер? Мне непонятно. Может быть, здесь велик или фотка будет такая, что слайдер будет не видно. Вот. Здесь вообще в другом стиле, короче, слайдер получился. Карточки, ну, типа, более-менее нормально. Здесь сверстки, косяки. Здесь с отступами косяки. Смотреть все товары. Тоже отвалилась кнопка как-то. Ну, непонятно она к чему привязана. Вот. Потом непонятно, к чему привязана расположение вот этого логотипа. С отступами проблемы. Слишком сложно. Зачем галочки ставить? Желтый, красный, синий, белый. Ну, понятно же, что желтый, красный, синий, белый. Так. Конечно, да, если там человек зайдет с, ну, тальтоник зайдет, да, тогда для него нужно будет пояснение писать. Короче, это четверка тоже. Так. медицинская медицинская одежда для женщин. Прикольная фотка. Отступ. Большой этот отступ, маленький. Красиво на работу. Блин, прикольная идея вообще, говоря. Охеренная идея. вообще офигенная идея на самом деле. Медицинская мода. Блин, вот это да. Разные отступы. серьезно, что ли, хирургические костюмы. Охереть. Вот это вообще огонь. Блин, идея охеренная. Ой, нет. работа на четверку с минусом. Идея суперская. Ну, в смысле, суперскую идею нашла. Это что у нас, курсовая? Блин, для мужиков же там можно тоже скорее всего придумать линейку одежды медицинскую. Блин, вот это вообще более не конкретно закрывает. Вообще огонь. Спасибо тебе за идею. Так, вот это школа гитарь. Градиент банальный. Потом слишком овер дофига изображений. Непонятно, к чему привязана, композиция непонятно, как строится. Из метро интерфейса цвета и карточки здесь тоже банальные композиции, здесь плохо все с версткой иерархии, здесь плохо с композицией, здесь плохо с композицией и формы. Это на Трайбан с плюсом где-то. Ну, короче, надо въезжать в тему. Не знаю, может быть, может быть, ты предприниматель, а не дизайнер. А вот это твой проект или какой-то знакомый проект Охеренный проект. Вообще, мне кажется, он бомба просто. Это плюс унизительный. Ну, это от восприятия зависит. На самом деле, это просто точка А. Точка А. И ничего больше. Если бы я завершал оценки, это было бы несправедливо по отношению к человеку, которого я оцениваю, потому что это, знаете, такая медвежья услуга, что ли. Я как будто лишаю человека возможности развития. Это неправильно. Так, погнали. Дальше, Кристина. Тек, 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 тек. Блин, это что, все по экрану, что ли? Не, я нафиг не хочу смотреть отдельно по экрану. Ай. разбирайте профили своих подписчиков это будет просто огненно смысле профиль разбирать это как ютьюбе зачем или разбирать в ютьюбе а профили какие youtube профиль зачем николай да привет привет так место с особым настроением в гостях авторские млодами тщательно подобранными и тут вопрос а где это же оффлайн место да здесь дед должна быть ссылочка на карту вообще это какой город непонятно вот короче если мы говорим про ресторан там чего важно там важна естественная еда и там еще важен интерьер еду вижу интерьер не вижу а вот только здесь увидел короче интерьер выдавать пораньше еще вот ладно с кеглями вообще рама больше маленькая чуть больше вообще большое с отступами тоже проблема ну композиция здесь раздробленная здесь форма классная но она обрезана банально здесь короче с отступами плохо фотки огонь вот к короче смотри даже если это фотографии кого-то место не не того про который ты делаешь да то все равно есть фишка да даже из этих фоток можно понять что это блин практически собора знаешь ты ешь в соборе вот и в этом стопудово фишка заведения вот этого до фотки которого делались вот прям стопудово бабки не ходить и поэтому эту фишку нужно выпячивать сразу в самом начале дает даже не еда столько важно сколько самого мест вот потом ты показываешь еду короче это работа на четверочку это че у нас курсач что люди до чей кристина назаренко чё-чё-чё-чё-чё курсач до 4 дальше поехали гитара виртуозы куда отвалилась гитара непонятно минус интернер здоровенную можно сделать меньше фонка норм формах я бы никакая непонятно развалилась на три части слишком далеко друг от друга маркера вынесены здесь это хорошо здесь не вынесено это плохо вот этот блок более-менее нормально с точки зрения позитива тоже более-менее нормально только вот эта вот форма отвалилась первое занятие бесплатно или телефон записаться так учителя гитару знаете вам зачем так еще обрезали гитару нежку ну на четыре с плюсом на четыре с плюсом прово едем дальше байк бэст лайк шоп с рифт ну гротаск такой более-менее более-менее здесь байк отвалится скоро вот хайлайт вот этот прикольный можно его сделать даже больше чтобы он еще и там часть колес большую часть колес верно хватил бы вот потом чего с отступами проблема зачем так байк обрезан переднюю галлюзу непонятно вот я бы лучше развернул бы его заднюю галлюзу так тоже непонятно зачем обрезана вот этот блок принципе неплохой только здесь непонятно чуть так выровнял здесь непонятно почему так близко здесь серый откуда взялся мне кажется можно увеличивать контраст ну хотя нет наверное нет наверное может быть чуть темнее сделать воды либо может быть градиент добавить непонятно как обрезана вот отступы нужны хайлайтов нету вот эта штука она не функциональными внимание отвлекает ну это где-то четверочка с плюсом наверно тоже ну или даже наверное четверочка сейчас посмотрю еще раз для работы сравнивать да и четверочка магазин четверка так айос так новый займ тут аккуратненько все а это чё а это займа да репейт получается возмещение здесь это тоже типа как возмещение а переплата 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 все я понял эти характеристики займа да pay now вот это прикольно ну окей так вот это 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 у нас будет ну тут кое-какие вот скипинад пофиксить здесь снизу так как основа все аккуратно это у нас будет пятерка с минусами так дальше погнали чего у нас клауди окей норм вот это надо отделять только от основного интерфейс приложения в остальном так в целом все аккуратно здесь нет с отступами проблемы здесь три столбца развалились только другая появились четыре с плюсом так не видно ну вот ну чуть-чуть пока не дотягиваешь но можно короче говоря подтянуть поздравляю тебя с окончанием курса так он поехали смотреть ну туда кредитина литвиненко привет спасибо что присоединилась да можно посмотреть специально для этого и проводим разбор чтобы кто не в теме смогли увидеть результаты выпускников вот разбираем всех выпускников 26 потока работа точнее разбираю ставлю оценки ну точнее больше наверно ставлю оценки неглубокий разбор вот потому что работ много так виталий смирнов вот дизайн это не про фоточки фотошоп я который раньше так думал тогда действительно не для них критику можно уметь принимать иначе толку ну да все верно так ирина очень многие до курса не один год занимались на курс пришли подтянуться так ладно поехали мы дальше фронт-энд разработчик алексей мельников отступы плохо композиция на две части немного развалилась за счет того что ну как бы вот этот чел он сам по себе занимает немного пространство по ширине да это можно как-то дорабатывать нож хайлайтом каким-то сделать там если например круг сделать да тогда сразу будет баланс композиции вот непонятно зачем такой разделитель план работы поставь этапу чтобы было понятно что это по этапам срифт короче вот этот вот подобран плохой плохой потому что ты его нет балансируешь не рассмотрели за узкая д треугольная треугольная ты и че слишком близко вот ну то есть прям с кернингом проблема такая базовая работа сертификат можно заверстать по-новому да если хочешь чтобы это в портфолио смотрелась классно это у нас получается четверка так курсовая четверка школа игры на гитаре вот точно так же да то есть чел занимает мало места по ширине вот поэтому он и много по высоте поэтому он жестко делит этот вот прямоугольник на две части на вот это вот который на херен информативно и вот это где основная композиция вот поэтому нужно его балансировать с помощью какой-то геометрической фигуры или там еще какой-нибудь херни там на заднем фоне и вот которая сделает его примерно квадрат короче впишет будет более сбалансирована тогда здесь отступа нет но должен быть здесь контраст слабый потом вот этот блок прикольный вот этот блок здесь перегруз с отступами вообще тут полная мало маленький отступ здесь большой отступ здесь короче здесь тесно а тут по развалилась все здесь кегли какие-то новые пошли непонятные то ли что кегли на странице у вас должно быть там четыре максимум пять с учетом всех вообще заголовков первого второго третьего уровня и наборного плюс технических короче это нету 4 с минусом так дальше об займ текущий займ с отступами проблемы с контрастом проблема оформить займ и нажимаем так так тут все нормально и понятно тут пера здесь отступы маленькие здесь не хватает размера шрифта ну и кегли много короче разных это у нас четверочка с плюсом так так как вам чё вот погода так это якорь это якорь в принципе корректно вот здесь неправильно наверно выровнено нужно по левому краю все выравнивать выбор города поиск надо здесь было отработать здесь погода на неделю ну окей короче это у нас что получается четверочка с плюсом интернет-магазин вот ну короче слишком банально вот так вот прям отделять такой такой линии не по центру выровняли 360 нужно показывать и так получилось что у тебя композиция ты сознательно развалил две части логотип так себе потом тролиньяж слишком большой строки отвалились друг от друга потом здесь слишком там близко к верхнему краю формат у тебя вертикальный да не горизонтальный значит должны быть отступы вот здесь вот тоже как бы пропорционально этого вертикального прямоугольника вот здесь отступа нету здесь отступа нету здесь контраст слабый здесь дофига объектов здесь этот блок нормальный блок тоже более-менее нормальный вот это нет так здесь с версткой вот к этому есть вопросы вот к этому есть вопросы дальше якорь да прикольно только границ не видно здесь а если границы видно тогда отступы маленькие это у нас на четверочку работа ну вот как то так хорошо поработала в целом продолжая делать это просто точка а после курса вот это все поехали дальше так так хач киселев сергей предмагазин в займы внимание лендер так чего-то какой-то одной работы некуда курсача нет и промо страницы в и и и и и и и и и не нельзя так делать можно было свести все к одной надписью все почему какой разделитель что за хренья непонятно ну это в общем такой вот такой олдскульный прям из годов двухтысячных короче интерфейс магазина где куча куча мелких объектов все так напихано да там типа раз объект здесь дохерищ всяких объектов два объекта здесь дофига дробленка здесь тоже иконки ни в одном стиле с кеглем проблем вот этот топ да непонятно почему больше кегл считаем кегли 1 кегль здесь чуть поменьше 2 кегли 3 кегли было же был 4 кегли 5 кегли 6 кегли то есть уже да больше чем надо 7 вот здесь тоже дайвер дохера всего просто надо сокращать понимаете форма она тоже решает все вот эти рамки тоже все отвлекает внимание вот даже вот этот вот уголок который вроде как бы это фотография типа вроде как бы она не относится к общей композиции а нет ни хера относится вот и отвлекает внимание мусор в общем визуальный весь нужно вычищать вот вот тоже нет слишком маленькие отступы здесь когда надпись большая вот здесь например даже экстремальные велосипеды развалилась друг от друга отвалилась вот обрезана неправильно чего за форма откуда взялась контраст слабый плохо обтравленная фотка ну короче вот это вот новый элемент кто-то взял не рифмуется не было его раньше не рифмуется вообще в принципе с остальным здесь тоже смотришь охереть какой большой перегруз все раздроблено 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 все вот эти формы вот эта форма нахер не нужна все вот эти формы нужно вычищать вычищать это все визуальный мусор если элемент функции никакой не несет или если его можно упростить без потери смысла значит что там не должно быть вот так что так что это на работа на 4 с минусом наверное то есть работа проделана как бы большая но основополагающие принципы по композиции верстки пропущены не использованы так кто у нас кто Киселев Сергей оверлоуд вообще полный контраст слабый контраст слабый тоже перегруз так дальше погнали отступы непропорциональны контраст слабый выравнивание это на трайбан да погода была так потом займ вот это вот вот это вот гайды их можно разбить на три слайда да чтобы была одна мысль на слайд прикольно это как идея слишком сложно тыща так ну вот эта работа уже более менее аккуратная аккуратнее чем предыдущая это где-то на четверку тянет дальше уроки игры на гитаре с нуля попытался даже мобилку сделал так сначала посмотрим лэнд при чем тут и вот эти двое плохо обтравлена фотка тени тоже нету почему цвет такой непонятно вот эти формы еще ладно более-менее как-то можно обосновать типа звук интернешь маленький дальше нафиг так ты раз дробишь прям композицию просто фотка двух детей непонятно для чего вот отвалился абзац композиция разваливается вот это композиция разваливается на три части потому что далеко здесь слишком плотно тесно выключка почему здесь выровнял по центру выключить почему по левому краю сделал нет здесь та же херня если ты выравниваешь по центру тогда и выключка у тебя по центру должна быть здесь абонемент заголовок абонемент везде да чем отличаются эти планы непонятно нужно в заголовок ставить то что отличается короче это три с плюсом и все другой работ нету да так ну что ну я тем не менее тебя поздравляю то что ты дошел до конца курса вот работа была проделана большая может быть просто времени не хватало для того чтобы делать все практические задания потому что если ты их делал вот ну с полным вниканием в суть дела тогда у тебя был бы другой результат ну ничего страшного это точка а так чего мне кажется что возможно правильно будет разделять курс на новичков и нет нет потому что этот курс для новичков просто бывает что фундамент нужен всем один да это дизайн мышления дизайн процесс композиция верстка как управление вниманием визуальная коммуникация вот ну и проектирование еще какая-то базовая часть значит потом дальше а и дальше кто у нас заходит на курс у нас заходит на курс либо те которые хотят обучиться с полного нуля вообще ничего не понимают да и люди которые уже делают макеты но не могут понять как их улучшать ну то есть уже есть портфолио может быть есть заказы и так далее чем схожи эти две аудитории это тем что фундамент не понимает ни те ни другие вот и поэтому его нужно создавать неважно вообще абсолютно начальный уровень чем отличаются эти аудитории это тем что у опытных просто есть опыт работы с заказчиками опыт зарабатывания денег на том что они делали уже все вот ну и более-менее какие-то более более прокаченные навыки работа в графических программах и собственно что у нас есть это курс подготовки photoshop figma куда можно зайти он стоит три с половиной тысячи рублей если вы ничего не понимаете заходите набиваете руку и не тупите уже на интенсиве вот тем у кого есть опыт работы в программах этот курс не нужен так ну это тоже такая базовая работа а еще по геолокации да иногда определяют приложение город контраст слабые тени грязные цветовую схему короче нужно проработать сверсткой косяки а зачем такие разделители непонятно это на тройку с плюсом работа так кто у нас кто руслан славин дальше тоже с контрастом проблемы темный такой фон вот потом черный шрифт на нем потом вот этой фоткой разделили на три части да экран вот это не особо информативная сама фотка и вот это основная да получается вот это вот грузит только перегружает вот эту вот иллюстрацию можно было вполне использовать короче говоря как иллюстрацию главного экрана заменить фотку на нее здесь контраст слабый шрифт зачем здесь сделана разрядка непонятно здесь большое интернер у меня здесь маленький отступ здесь разрядка не нужна вот здесь маленький отступ здесь контраст слабый иконки сделаны некачественно ну короче говоря форма страдает прям жестко смотрите чтобы у вас получались хорошие аппетитные иконки старайтесь использовать первое правильные окружности да если у вас эллипс кое-где появляется все это уже сразу финиш потом прямые углы да вместо острых или каких-то тупых да дальше правильные отступы в смысле одинаковые отступы да в однотипных объектах например эту ручку от пилы мы делаем вот и мы должны там сделать отступы одинаковые между внешним и внутренним контуром да тогда будет классно смотреться вот потом здесь тоже отступы одинаковые нужно делать например колесо да там разместить посередине понятно что на автомобилях так скорее всего нет не делается но иконка будет смотреться более сбалансированно здесь тоже да например эллипс там тоже не очень смотрится здесь маленькие отступы вокруг то есть круто что вы начали делать иконки самостоятельно вот нужно дальше продолжать и изучать изучать короче как делать вот мэдрэббит посмотрите он там прям классно по графике качает короче дофига косяков карта некачественная это тройка с плюсом чего это курсовая да курсовая да курсовая да курсовая да маленький ой большой отступ маленький отступ вот дальше дальше по самой гитаре по самым гитаре этот угол не насыщенный должен быть насыщен еще пока не понятно ну зато контраст ну да нужно как-то затенять маленький вашего контраста не хватает для того чтобы иконки выделились здесь вообще плохо очень с версткой непонятно зачем нужны вот эти вот прямоугольники здесь тоже плохо с отступами съехала композиция влево куда-то ну да то есть тоже базового очень четверка с минусом с контрастом проблемы фотка на это иллюстрация зачем тут иллюстрация можно фотку давать вот это непонятно зачем заполнять пространство да вот этой вот линии много места на погинацию нет логотип тесно вот это непонятно чего за пространство меню чуть отлепить под развалилась маленько отлепить от верхнего края вот это раздробили композицию вот этот блок типа более менее кнопка отвалилась маленькие отступы вокруг надписи значит дальше шутер маленький отступ внизу неправильно ну короче это четыре с минусом чего у нас осталось от с отступы неправильные контраст слишком большого зато серая херня как будто вообще бесполезная штука приход расход тоже цветовое кодирование нету его контраст слабый тоже непонятно как выровнена мелко перегружена 3 плюс это я смотрел ну короче говоря нужно ориентироваться на уровень нормы вот это первое с чего нужно начать я понимаю что чем больше опыта тем сложнее переориентироваться на что-то новое потому что ну тупо сложно отказаться от своего предыдущего опыта того что ты видел вот особенно если этот опыт какой-то там древний до старый не бойтесь отказаться от того что у вас уже есть взгляните на то что сейчас есть откройте все это не будьте к этому критично постарайтесь как ну просто тупо начните копировать работу вот уберите свое желание типа я сам я сам знаю тоже это не не ведет к успеху эта история да вот потому что есть новички которые как бы открыты ко всему ней впитывают как губкой поэтому очень быстро начинают работать в трендах рынка да там особо долго объяснять не надо есть новички которые у них прям свой собственный опыт прям конкретно перекрывает доступ к новому вот и начинает городить просто отсидеть на вот из того контекста в котором там вы находитесь например это неправильно это не ведет к высокой скорости прогресса так ладно тем не менее поздравляю с кончанием курса мы дошли до 5 страниц ольга фуст не туда так чего поехали дальше уроки игры на гитаре видел где-то похожую работу ну да ладно вчера видел ну там не сильно похоже прикольный главный экран ничего как бы такого особого критичного нету только здесь есть отступ маленький надо делать больше программа обучения это нет не окей потому что отвалилась вот эта часть вправо да то что больше вот это норм вот это норм футер развалился на четыре части политик конфиденции публичного эффекта непонятно чему принадлежат четыре с плюсом работы поправить ее с еще не сложно поехали дальше интернет-магазин почему здесь отступ несбалансирован вот с этим к чему привязана овервью здесь непонятно слишком большой интернет здесь слишком маленький отступ здесь меню разваливается непонятно зачем тебе нужен разделитель это и так он есть вот здесь отвалился ценник потому что он одинаково даже ближе к следующему блоку чем к своему вот это здесь слишком большой воздух больше чем внешне не надо вот это в принципе окей футер окей маленький отступ внизу все детейл закрывается карточка без подробностей но достаточно чисто сделано чего это это четверка дальше айос так детали это типа взять кредит историй бы тут сделать еще короче с точки зрения интерфейс здесь все нормально визуал в смысле оформляешь что в классную презентацию заворачиваешь получаешь классно работаю как в принципе пятерка так потом погода отвалилась не выровнена съехала влево вот это более-менее что сбалансировано будет непонятно чем принижет график ну более-менее ок развалилась это четвер четверка черт все до четыре работы ну вот чего доделывай пожалуйста недостающую работу вот эти работы тоже делать подправляй поехали дальше смотреть полчаево влево андроид курсовая да открываем ну олита я поздравляю с окончанием курса небольшая была работа проделана вот надо понять почему прогресс медленный что делать дальше медленный прогресс это не с нами неплохо вот надо просто его продолжить и все контекст правильно сформировать себя темно меньше городе вот ближе к трендам быть ну собственно этот совет я давал предыдущему автору так Лейла Палчаева не понял я а где вокал что ли может быть сейчас посмотрим сейчас оценим все равно здесь например поставим или там ближе к Алексею именно сюда так ок это плохой контраст цветов слишком много в типографике синий нафиг не нужен здесь перегруз карта мелкая здесь верстка плохая по итогу это у нас чего чего оставить то господи пятерка четверка ага да это еще с предыдущего поток похоже дальше дальше большой интерлинияж маленький интерлинияж меню развалилось scroll down непонятно где это отвалилось здесь маленькие отступы здесь overload иерархии незаметно вот здесь непонятно чего непонятно как расположено 4 тоже 4 это что у нас будет промо страницы допустим будет так тоже не сильно хорошо кернищийся шрифт плохой контраст так смотреть да так верно окей более-менее большой отступ здесь плохо обрезана фотка непонятно к чему привязана то же самое те же комменты более-менее нормально здесь почему сдвинут диван получился нет сдвинута вот это короче левый край прям вообще не очень чего это у нас получается сделаем это курсовой четверка тоже или минус поставить ну короче да наверное 4 с минусом так ладно дальше чё интернет магазин обрезана плохо здесь нельзя вот так макушку обрезать рука обрезана локоть обрезан нельзя так большой отступ маленький отступ по центру выравнил непонятно почему логика такая здесь непонятно а это что за объект непонятно нафиг он не нужен там тоже объект не особо нужны фотки с моделью одинаковый норм но только обрезанным неправильно вот вот это прикольно прикольно пусть так будет вот это вот уже дисбаланс попер это ладно дальше продолжим смотреть слишком большой отступ здесь лучше не в две строки делать футер короче не сбалансированный я же говорил про это вот это в принципе прикольно только вот этот отступ меньше вот этот больше сделать вот это плотно и интересно читать нужно на абзаце хотя бы разбить либо отдельное описание сделать фотки норм футер уже говорил это у нас четверка так поехали апп inspiration ios контраст слабый иконка не очень дает то есть должна быть по 90 градусов лучше будет смотреться здесь мелко отступы маленькие вот этот отступ больше чем вот этот неправильно расческа тесно ну по крайней мере лучше чем остальные работа по 4 с плюсом поставить да ну как-то так собственно все всех оценили это хорошо так что за фигня смотрим вот думал потерял оценки вот тоже все больше вроде нигде не промазал так ну что смотрим критерий напоминаю две пятерки и все остальные четверки с плюсом это мастер группа и биржа если есть одна четверочка и тогда это уже ну четверка не с плюсом да из этих всех тогда это уже мастер группа джуниор вот мастер группа джуниор это одна пятерка в любом качестве и и ниже четверки остальные работы вот но там дальше посмотрим по критериям и там кое по поводу кого у меня спорный вопрос я говорил на разборе так погнали погнали оценивать чик чик так точнее анонсировать результат олеся мастер группа биржа поздравляю настя богданова мастер группа биржа поздравляю очень рад рита никуда не аттестована потом алена нет не аттестована потом евгений охеренный результат мастер группа биржа ирина тынякова джуниором мастер группу подтягивай работы ну вот по моему да по поводу тебя я по моему говорил да не давай-ка пока никуда в смысле пока что в чат выпускников жду работа исправлена если что добавлю так даша шипилова джуниором джуниором мастер группу наверное или нет не давай так мастер группа биржа руслан славин в чат выпускников дошел до конца молодец мария хянинин не аттестована виктория мастер группа биржа потом ольга фуст одной работы нету жду пока чат выпускников валентина брокман ну да ладно мастер группа биржа вот ладно не могу я джуниором делать сразу добавлю потом Александра Лугова мастер группа биржа ой чего я гоню то джуниор потом Татьяна Воронкина офигенный результат мастер группа биржа Кристина не пока чат выпускников Анастасия Иванова мастер группа биржа Настя Васильева круто мастер группа биржа Людмила Колотилина мастер группа биржа Наталья Ковулина чат выпускников Аня Корченова мастер группа биржа Настя Куликова мастер группа биржа Лейла Полчаева пока в чат выпускников Аня Ящук чат выпускников Александра Глушенко это мне кажется просто топ топ работ мастер группа биржа Сергей Киселев чат выпускников Науменкова Анастасия Нетстон Ну вот Че Как-то так Да Все Всех оценили Я вас поздравляю с окончанием курса Эти оценки они пока что на другом листе Оценки Вот эти оценки потом Наталья Гаврилова внесет в эту таблицу чтобы они у вас засчитались в экспириенс и чтобы у нас был вот здесь финальный итог и итоговый рейтинг по участникам и по командам Значит после того как у вас сформируется итоговый рейтинг мы выберем пять топовых участников и наградимых значит рейтинг напоминаю он формируется не только из количества выполненных заданий но еще из качества выполненных заданий на выходе и из ведения и качества ведения блога вот поэтому по оценке блогов если у вас даже много постов там или овер дофига постов мы будем смотреть на качество все равно и будем просматривать все блоги для того чтобы вынести какую-то адекватную оценку например если вы будете первые в рейтинге половина вашего экспириенса будет классная с количества постов в блоге но эти посты будут не информативны или какие-то репосты вот тогда мы снимем половину баллов сразу вот или точнее просто цифру поправим посчитаем количество считаем количество я прям себе запишу качественных постов если у вас какой-то репост будет тогда он не пойдет в рейтинг вот и мы скорректируем этот рейтинг поэтому лучше сами заранее скорректируйте если что-то там не так 5 подарков будет на выходе из всего рейтинга дальше 3 подарка или 4 подарка в зависимости от количества участников в команде если ваша команда попадет в рейтинг лучших и отдельные награды будут трем лучшим куратором по рейтингу команд вот я вас сейчас добавлю в чат мастер-группы и чат выпускников поэтому я пока что не отключаюсь если у вас есть какие-то вопросы можете задавать по ходу я пока вас буду добавлять мне понравилась эта группа больше чем предыдущая по качеству выданных работ на выходе я посчитаю еще статистику сколько у нас народа в мастер-группе в итоге 13 человек из группы в 22 человека это больше чем 50% ну примерно в предыдущей группе это круто но качественных точнее пятерочных работ там реально больше вот еще раз спасибо вам большое за ваши работы это прям made my day очень круто так ну что теперь включите у себя какую-нибудь победную музыку мне нужен чат мастер-группа сейчас буду добавлять хоть хоть а сразу да забыл вам сказать добавьте меня в друзья если кто-то не добавил вот чернов нижнее подчеркивание dv прям сейчас добавьте меня в друзья иначе я вас не смогу добавить в чаты мастер-группы и чат выпускников кого я не смогу добавить ничего страшного у вас добавит наталья потом сейчас я тогда еще отлучусь на 2 минуты приду и добавлю и идем лечим в в в в в в в Уху, я снова здесь. Так, вопрос спрошу еще раз, какой должен быть уровень, чтобы быть куратором на курсе? Мастер-группа и биржа должны быть. Ну и предварительный отбор там кураторы Наташа проводит. Так, что я обещал? Я обещал добавить в мастер-группу тех, кто прошел из группы Алексея. Так, Олеся Чистова, Настя Богданова, Евгений Суп. Нету в друзьях. Нету в друзьях. Нету в друзьях. Че, никого я не добавлю сегодня что ли, так? О, приехали. Отлично. Ну что, давайте мне добавлять дальше, друзья. Так, может вам сюда написать, если кто-то не смотрит. Так, ну ладно, я тут, получается, Настю Богданову видел. А, нет, я не видел, что-то я протупил. Так, нету никого в друзьях у меня. Так, Даша Шпилова. На английском? Да. Так. Так. Потом Виктория, Денис, Валентина Брохман и Александра Лукова. Напишите в чате, как вам вообще ощущения от прохождения интенсива. Поделитесь со мной вашими мыслями и эмоциями. Так, я пока продолжу добавлять. Татьяна Воронкина, Настя Иванова, Настя Васильева. Ага, Валентина, вижу, я добавил. Так, Людмила Кулатилина, Аня Корченова, Настя Куликова. Чувствуете, что вы стали прям гораздо более прокаченными чуваками после этого трехмесячного почти экспириенса. Так, Александра Глушенко. Да, и все, да? Так, еще человек со вчера добавлю. Андрея. Да, добавил Настя. Ага. Так, чего-чего. Чат выпускников теперь. Ща добавим. Чат выпускников все попадают, те, кто аттестованы. Так, Чистова Богданова. Суп. Не добавили меня. Так, это Някого Шпилова Славин. Короче, те, кто не прошел в мастер-группу, но прошел в чат выпускников, это будет ваш контекст, чтобы вы побыстрее дотягивали до уровня мастер-группы. Потом мне писали на аттестацию, и я вас добавлял в мастер-группу, и вы получали бы другой контекст, который вас будет дальше прокачивать. Так, Денис Фуст, Брохман, Лугова. Так, Воронкина, Назаренко, Иванова, Васильева. Так, Назаренко, Кристина, нет у меня, Иванова, Настя. Вот это приехало. Ооо, кого-то я прям не того добавил. Настя Иванова. Это что ли, да? Надеюсь, что того. Васильева. Так, Олеся чистого добавила меня. Отлично. Сейчас добавим. Welcome to the club. Так, дальше. Колотильна, Ковылина, Корченова, Куликова. Так. Дальше. Полчаева, Ящук, Глушенко, Киселев. Сергей, нет. Полчаева, нету. Ящук, нету. Глушенко, есть. Киселев. Сергей, нету. Ну, собственно, вот. Та-дэнь. Встречайте. Я добавил не ту Настю. Так, ну-ка, давай скажи мне какую. Сейчас она удивится. Да, сертификат можно на английском получить. Это ты напиши для этого, Наташа. Так, чувак, куда тыкать-то мне? Первое. Первое. Так, вот. Так. Все. Готово. Правильно? Вот и добавил левого в мастер-группу. Блин, как удалить? Ладно, пофиг, я потом удалю. Ну что, ребята, я вас поздравляю с окончанием интенсива. Теперь всех. И первую и вторую группу очень благодарен тренерам. Благодарен кураторам. Благодарен вам за вашу работу. Особенно второй группе, потому что у вас получится результат какой-то более мощный, чем у первой. Ну, первая, ладно, не обижайтесь. У вас тоже классный результат. Я рекомендую вам, вторая группа, потому что первый говорил, обязательно дать себе отдых после интенсива. Потому что вам нужно себя поощрить за то, что вы прошли такой путь форсажа в течение почти трех месяцев. Десять недель, да? Вот. Тогда ваш организм и внутреннее я вас отблагодарит. И еще вы сможете подвести точку, ну, некий итог промежуточный, да? Этому процессу. Завершить его – это важно. А потом уже начинайте делать те задачи, которые у вас по плану. Вот. Я рекомендую поставить цели на развитие, потому что точно видел людей, которым пора на Upwork, пора на TopTel. Ну, вот. Точно уверен, что все, кто прошел в мастер-клубу, имеет смысл создавать портфолио на Behance, портфолио на EFL и херачить заказы. Ну, и, конечно же, продолжать вести свой собственный блог. Вот. Настя улетает на Пхукет в среду. Ну да, Настя все равно. Круто. Поздравляю. Это отлично. Напоминаю вам о том, что жду ваши отзывы. Жду ваши отзывы в сообществе VDI. В основном отзывы писать вот здесь. Пишите прям свои инсайты, что вы подчеркнули для себя. И инсайт, ну, в смысле, отзыв для вас – это будет неким подведением итогов. И еще классное упражнение – обязательно поблагодарите себя за то, что вы сделали на интенсиве, за то, как вы работали на интенсиве, за то, какие результаты вы получили на интенсиве. Это же относится и к кураторам, и к тренерам. Это упражнение я рекомендую. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Хорошего вечера. Воскресного. По переаттестации работ, если, короче, вы улучшите их, тогда можете писать мне. Все. Всем пока. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok